Вести Карачаева, Черкесия 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 На каждое обращение дается подробный ответ, рассказал первый заместитель министра цифрового развития Карачаев-Черкесии Инвер Кипкеев. По его словам, в службе 122 штат полностью укомплектован квалифицированными сотрудниками. На случай нехватки кадров имеются подготовленные операторы, готовые приступить к работе. В мэрии Черкесии обсудили вопросы безопасности в образовательных организациях города. В своем телеграм-канале мэр республиканской столицы Алексей Баскаев написал, что сегодня перед всеми ответственными лицами стоит задача усилить меры безопасности учащихся 18 школ и воспитанников 21 детского сада Черкесии. Организацию безопасности в образовательных учреждениях на сегодняшний день осуществляют лицензированные частные охранные предприятия. Мэр поручил им в кратчайшие сроки проработать вопрос удаленного контроля. С выводом камер, установленных в школах, централизована в офисы частных охранных предприятий для ежечасного, ежеминутного видеоконтроля за тем, что происходит в здании. Проверка системы видеонаблюдения во всех образовательных организациях города уже осуществлена. Везде функционируют кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт управления вне ведомственной охраны. В этой части будет усилен контроль ежедневной перед началом смены проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии обеспечат усиленные патрули реагирования вблизи городских учебных заведений. Директорам школ, заведующим детскими садами, поручено провести работу по повышению бдительности школьников и родителей. Министры труда и социального развития республики принимают участие в 7-й Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Традиционной площадкой проведения мероприятия стал Парк науки и искусства «Сириус». Ведущие отечественные эксперты в области охраны труда и специалисты международного уровня обсуждают актуальные вопросы, тенденции и новые технологии. Зеленчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Чекесии возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней девочки. В совершении особо тяжкого преступления подозревается житель станицы Зеленчукской. Информацию комментирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по КЧР Евгения Перфилева. По данным следствия, днем 20 сентября 2022 года мужчина находился по месту своего жительства в станице Зеленчукской вместе со своей полуторагодовалой племянницей. Ребенок капризничал и отказывался есть, из-за чего злоумышленник нанес ей несколько ударов, после чего оставил лежать на диване и вышел от двор домовладения. Через час мужчина зашел в дом и обнаружил, что девочка лежит без признаков жизни, о чем сообщил своей сестре, матери ребенка, находившейся в это время на работе. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие в домовладение, констатировали смерть ребенка. В соответствии с заключением экспертизы, смерть девочки наступила в результате причинения ей травматических повреждений, а именно закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов и разрыва левой почки. Мужчина задержан. В ходе допроса он дал признательные показания, а также детально пояснил все обстоятельства совершенного им преступления при проверке показаний на месте. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Субтитры предоставлены Произошедшего Зеленчукским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится проверка. Ранее в пресс-службе компании «Кавказ РФ» сообщали, что с 23 по 25 сентября на курорте Архиз состоится фестиваль «Альпин индустрия Архиз». Ожидалось, что забеги пройдут по живописным маршрутам в окрестностях курорта. Для спортсменов подготовили тропы по южным склонам хребта Абишира Ахуба и горные озера в его северной части, подскальная, провальная, кефар, голубое и перевальная. Дистанции предлагаются на выбор от коротких детских до двухдневных протяженностью свыше 100 километров. Самый длительный и требующий максимальной подготовки – маршрут Архиз Поляна, в котором спортсменам предстояло преодолеть 130 километров через горы к Черному морю и финишировать в Краснодарском крае. Жители Черкеска могут пройти углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Чаще всего переболевшие при медосмотре жалуются на повышенное артериальное давление, боль в сердце, а также на нарушение работы внутренних органов, отмечают медики. Врач функциональной диагностики Черкесской городской поликлиники Дина Гогова рассказала, что программу диспансеризации для переболевших коронавирусом отличают несколько дополнительных обследований. На первом этапе общий анализ крови и биохимия с показателями почечной и печеночной функций, с определением уровня глюкозы и холестерина. Проверяют также работу сердца. Если у пациента затруднено дыхание, его направят на спирометрию. Она покажет, насколько восстановились легкие после болезни. При необходимости пациента могут направить к узким специалистам или на дополнительные процедуры. Ведь даже спустя месяцы после перенесенного COVID-19 некоторые продолжают страдать от различных недугов. В республиканском центре за последние шесть лет проведена замена 120 лифтов в 44 многоквартирных домах. Этот вид работ по программе капитального ремонта в Черекесске, как и республике в целом, проводится с 2017 года. В частности, в текущем году в городе заменены 33 лифта в 10 многоквартирных домах. Кроме того, в 34 в этом году проводится капитальный ремонт кровли фасадов инженерных сетей. До 1 октября текущего года пройдет всероссийское голосование за финалистов телешоу «Классная тема». Оно определит семерых финалистов, которые представят свои предметы. Заявки на участие в телешоу «Классная тема» поступили от 6 тысяч педагогов из всех регионов страны. Проект «Классная тема», посвященный современным учителям, призван представить самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж одной из важнейших профессий страны. Победитель получит приз авторскую программу на федеральном телеканале. Информацию комментирует заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Такой беспрецедентный по масштабу конкурс, такой интересный по содержанию конкурс у нас проводится впервые. И действительно очень большой интерес от регионов, от учителей из регионов был проявлен. И 35 полуфиналистов приехали в Москву. Совершенно точно, что их работа, работа их педколлективов была представлена в их уроках. Они записали уроки, а это очень волнительное мероприятие и для самих полуфиналистов, и для школ, и коллективов, которые они представляют. У конкурсантов настрой всегда решительный. Тот, кто сомневается, конечно, не выбирает для себя такой масштабный, такой значимый конкурс. Поэтому все настроены на победу. Команды организаторов, команды тех, кто помогал снимать материалы, ну, во всем буквально поддерживали и помогали полуфиналистам. Им и уроки, и материалы получились очень интересными. И сами учителя старались, чтобы их материалы, чтобы их темы были понятны всем без исключения. От малого до великого. Даже самому маленькому зрителю материалы и уроки будут интересны. За восемь месяцев текущего года компания «Карачаево-Черкескаэнерго» выявила 104 недобросовестных абонента, похитивших более 10 миллионов киловатт-часов. Общая стоимость ущерба составила более 34 миллионов рублей. В результате работы с нарушителями возмещен ущерб на сумму 33 миллиона 400 тысяч рублей. В частности, 22 абонента в Сжигутинском районе выплатили около 10 миллионов, в Малогорочавском муниципальном образовании – 7,5 миллионов, и в зоне ответственности от Гехабльских районных электрических сетей – почти 5 миллионов 700 тысяч рублей. В числе частых уловок, к которым прибегают энергофоры, зачистка вводного кабеля, самовольное подключение к электрическим сетям, набросы на линии электропередачи, а также установка на приборах учета магнитов и нарушения госпломбы. Как мы же сообщали, в год столетия Республики открылся первый молодежно-проектный офис, который расположился по улице Даватора, Черекеска. Инициатором его создания стало Министерство по делам молодежи, а поддержка была оказана Федеральным агентством по делам молодежи. Уже в следующем году в Республике появятся еще три проектных офиса. Об этом расскажет советник Министра по делам молодежи Республики Арасим Попшов. Министерство по делам молодежи рады сообщить вам о том, что мы наконец-то открыли молодежный проектный офис. На данном этапе мы сейчас разрабатываем образовательную программу для всех участников, как по бизнес-проектированию, так и по социальному проектированию. В середине октября месяца мы откроем регистрацию для всех желающих и с нетерпением ждем всех. В Черкесске состоялась встреча клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес», в которой приняли участие более пяти десятков человек. Об актуальных мерах по господдержке малого и среднего предпринимательства рассказал директор Центра «Мой бизнес» Артур Езауф. Что такое профайлинг и как он помогает в бизнесе, поделился генеральный директор и владелец корпоративного университета «Моспрофайлер» Алексей Крутилин. Про клуб молодых предпринимателей и возможности, которые дает его открытие в регионе, сообщил амбассадор клуба Амиран Зугов. Кроме того, в рамках встречи прошла интеллектуальная игра «Лига эрудитов» на тему предпринимательства, а также розыгрыш сертификатов на обучение по онлайн-образовательной программе «Мини-Эмба» и специального пакета онлайн-интенсива «Взлет». Сотрудники госавтоинспекции Карачао-Черкесии призывают участников дорожного движения к бдительности во время сезонного перегона домашнего скота. Информацию комментирует инспектор отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД Зеленчукский Роман Хубьев. С сегодняшнего дня по конец ноября 2022 года на территории Зеленчукского, Урубского, Малокарачаевского, Карачаевского муниципальных районов будет производиться перегон крупнорогатого сельского домашнего скота. В связи с чем госавтоинспекция по Карачаево-Черкесской республике информирует водителей о том, чтобы они были внимательны, соблюдали ПДД, обращали внимание на знаки, предупреждающие о вольном выпасе, а также перегоне скота через федеральные автодороги. Жительница Ось-Джигуты, желая быстрого заработка, перевела мошенникам 40 тысяч рублей. В одной из запрещенных социальных сетей она увидела рекламу быстрого заработка путем вложения средств в финансовую компанию. Пострадавшая связалась с координатором, которая отправила заявительнице ссылку для пополнения баланса. Четырьмя операциями женщина перевела 40 тысяч рублей на указанный в сети счет. Оригинальное МВД призывает граждан быть более бдительными. Ни в коем случае не соглашайтесь на сомнительные сделки, особенно если речь идет о переводе денежных средств. 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Он призван привлечь внимание к проблеме распространения бешенства и его последствий. О том, как защитить себя и своих питомцев от опасного заболевания, расскажет заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Аюб Каблахов. Какие необходимые профилактические мероприятия проводить на сегодняшний день по борьбе с бешенством? В первую очередь это мероприятия, которые направлены на снижение численности лис путем отстрела лис, волков. Второе, поголовная иммунизация кошек и собак, которые находятся у населения, которые обязательно должны состоять на учете в Государственной ветеринарной службе. Третье, это проведение разъяснительной работы среди населения, такие как проведение сходов граждан, расклеивание листовок, пометок в местах массового скопления людей, выпусками на телевидении видеороликов с разъяснением об опасности данного заболевания. И четвертый маловажный факт, который нужно проводить, это уменьшение бродячих собак. Бродячие собаки тоже несут угрозу в себе. Как мы знаем, бродячими собаками, животными считаются те животные, которые находятся на улицах без ошейников, без чипов. И тоже немаловажную роль играет вакцинация плодоядных животных, которые находятся в дикой среде. В республике завершается конкурс на звание самого чистого населенного пункта. Конкурсная комиссия в настоящее время проводит обезды 11 населенных пунктов региона, которые подали заявки. Основными критериями переоценки являются санитарно-экологическое состояние территорий городских, сельских поселений и эколого-просветительская работа с жителями поселения, а также организации и участие в экологических мероприятиях и эко-рекламе. Напомним, конкурс проводится в рамках празднования столетия Карачао-Черкесии. Результаты будут объявлены 14 октября. В республике стартовал школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников, который продлится до 28 октября. Ежегодными участниками школьного этапа Олимпиады становятся более 16 тысяч обучающихся из всех муниципалитетов Карачао-Черкесии. Она пройдет по 22 предметам – математике, русскому и иностранным языкам, информатике, информационно-коммуникационным технологиям, физике, химии, биологии, географии и другим. В этом учебном году школьный этап Олимпиады будет проводиться и на технологической платформе «Сириос-Курсы». На ней Олимпиада пройдет по шести общеобразовательным предметам – физике, химии, биологии, математике, информатике и астрономии – с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий. В рамках празднования Всемирного дня туризма Министерство туризма и курорта в республике организовало экскурсионную поездку для детей с ограниченными возможностями здоровья в Тибердинский национальный парк. Ребята смогли ознакомиться с фауной и флорой Карачао-Черкесии, посетив визит в центр парка, а также вольеры с животными. Ну и последняя информация – фото-выставка природных и культурных достопримечательностей открылась в Черкесске. Экспозиция, организованная Оригинальным Министерством туризма и курортов в рамках празднования Всемирного дня туризма, приурочена к вековому юбилею Карачао-Черкесии. Она включила в себя работы победителей фотоконкурса «Лик родной республики» и отображает природные пейзажи и живописные ландшафты республики, исторические места и архитектуру. Выставка проходит в парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» и продлится до 2 октября. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению «Синоптика» в республике, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер южные четверти 4,9 метра в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В горах местами плюс 16-21, в Черкесии днем слабый дождь, ветер южные четверти 4,9 метра в секунду, а столбик катерометра поднимется до отметки плюс 26. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!